В Васильевке Запорожской области оккупационные войска по несколько дней не пропускают автомобили с переселенцами, которые хотят выехать из горячих точек или оккупированных территорий. Люди, среди которых большинство это женщины и дети, вынуждены ночевать просто в машинах. В таких условиях трое с половиной суток провел и герой нашего следующего сюжета, юный музыкант Синезий. Чтобы поддержать уставших людей, которые застряли в Васильевке, мальчик играл на саксофоне. О 13-летнем виртуозе наш следующий сюжет. Видео, где подросток играет на саксофоне среди машин эвакуационной колонны Васильевки, моментально облетело соцсетям. Юного музыканта мы разыскали в Запорожье. 13-летний Синезий, говорит, начал играть, чтобы хоть немного приободрить людей, которых оккупанты несколько суток держали на блокпосте. Сыграл людям две песни. На следующий день четыре сыграл. Людей немного развеселил и сам играю, потому что форму терять нельзя. На саксофоне Синезий играет уже четвертый год и достиг немалых успехов. А в будущем мечтает стать всемирно известным музыкантом. Чтобы осуществить свою мечту, он много и упорно работает. Поэтому и в Васильевке не смог долго сидеть без игры на инструменте. Я занимаюсь по два часа ежедневно, стараюсь не пропускать. Нравится музыка, то есть саксофон. Музыка она так бодрит. В Васильевке юный музыкант вместе с семьей ждал разрешения на проезд более трех суток. То, как оккупанты себя ведут на блокпосте, просто издевательство над людьми, говорит папа мальчика. Просто маринуют. Я не знаю почему. Возможно, они как бы психологически давят на людей. Возможно, им с военной точки зрения выгодно, когда с двух сторон есть большое скопление обычного населения. В Запорожье семья Синезия приехала из оккупированного Геническом, потому что оставаться там уже не было сил, рассказывает Олег. Говорит, многие местные жители покинули город. Бояться это раз. Во-вторых, нет работы. Можно что-то купить, нет работы. Ну и в-третьих, это психологически чувствовать себя не свободно. Ведь ты понимаешь, что на той территории с тобой могут сделать все, что угодно. Из Запорожья семья поедет в западную Украину. Там юный музыкант планирует как можно скорее возобновить творческие занятия и даже провести несколько благотворительных выступлений. Но больше всего Синезия и его семья мечтают вернуться в свободный украинский Геническ.